Добрый день, подписчики нашего YouTube-канала Садовые Механизмы, добрый день, случайный зритель, добрый день, хейтеры, кто не подписывался, подписывайтесь на наш YouTube-канал снизу по ссылочке. У нас будет очень много крутых видео еще впереди с очень крутой техникой. Сегодня я буду разбивать стереотипы тех людей из 90-х, которые считают, что китайская техника не очень хорошая, так скажем. Это все блеф, потому что одна из самых лучших сборок в мире это Китай. И сегодня китайская компания Хабберт представляет нам замечательную модель своего снегоуборщика HBM24DT. Мы рассмотрим его подробно, сразу спойлер мы его покажем в деле. Те люди, которые не хотят платить баснословные деньги за гусеничные снегоуборщики, это ваш выход, потому что это действительно модель качественная, цена результат, цена качество. Это, в общем, очень крутые машины за свои деньги. Я подробно покажу, подробно расскажу, что у них внутри. Улечки, естественно, всякие преимущества его. Ну и, в общем, чтобы вас не томить, приступим к подробному обзору данного аппарата. Поехали! Машина однофункциональна. Она предназначена только для уборки снега, за счет чего происходит движение этой машины, естественно, из-за двигателя. О нем мы остановимся на нем. Мы остановимся подробно. Двигатель фирмы Lanchin. Один из самых надежных китайских двигателей. Двигатель, естественно, серии Snow, то есть он зимний. Он оснащен. Кстати, это мулечка этого аппарата. Крутое преимущество. Еще есть завод, помимо механического завода, есть электростартер. То есть вы можете от розетки завести спокойно, если, например, пожилой человек или даже девушка может легко справиться с заводкой этого аппарата. Двигатель Lanchin мощностью в 7 лошадиных сил и объемом двигателя в 212 кубиков. Три литра в бачке с бензином. То есть объем бака 3 литра. Двигатель мощный, двигатель надежный, проверенный. Реально серия Snow у них очень крутая. Итак, перейдем сразу к панели управления. Не буду вас мучить. И сразу расскажу про замечательные функции этого снегоуборщика. Ну, естественно, после заводки это ручка газа. То есть мы с помощью этой рукоятки приводим его в движение. Здесь, соответственно, ручка включения фрез этого снегоуборщика. Далее коробка передач. Коробка передач у нас механическая. 6 скоростей вперед, 2 назад. Далее у нас идет рычаг управления угла выброса снега, то есть дальностью выброса. Кстати, этот снегоуборщик бросает аж на 11 метров. И две кнопки на панели оператора. Очень надежные металлические кнопки. Это включение фары и включение подогрева рукояток. То есть зимой ваши руки не будут мерзнуть при работе на этой машине. И фара здесь, кстати, отдельно остановлюсь, когда мы будем на улице, вы это увидите. Она не только обозначает, что вы работаете, то есть служит безопасностью, когда вы идете по кромке дороги, чтобы водители видели, что вы работаете на снегоуборщике. Но и при этом освещает достаточно большое пространство и рабочую зону, где вы, собственно, убираете снег. Остановлюсь быстро на трансмиссии. Тип трансмиссии здесь стоит фракционный диск. И, соответственно, мы сразу же переходим к снегоотбрасывательному механизму. Я уже показывал вам на панели управления. Есть рукоятка, которая регулирует дальность выброса снега. И, соответственно, у вас механическая рукоятка здесь стоит для поворота снегоотбрасывателя. Также 180 градусов. Можно отбрасывать снег либо влево, либо вправо, либо вперед. Ну, как вашей душе угодно. Друзья, отдельно хочу сказать про еще одну замечательную функцию. Это поднятие ковша. Правда, она происходит... Тут нет никакой гидравлики. Она происходит механически. Но это очень удобно. Сзади находится педалька, которую я аккуратно нажимаю, опускаю ковш. Если мне нужно поднять ковш, я нажимаю педаль, чуть-чуть приподнимаю. Я опускаю, и она фиксируется. Все. Супер. То есть это если вы откатываетесь назад, чтобы не цеплять ковш, вы, естественно, его поднимаете. Ну, для перекатки его вообще в целом по участку на поднятом ковше, естественно, удобно проходить ухабы и труднодоступные места. Плюс, при этом, хотел сказать, еще остановившись на корпусе этой машины, она полностью цельнометаллическая. И редуктор здесь тоже в алюминиевом корпусе. Отдельно перейдем к фрезам. Я вам расскажу подробнее об этом. Данный аппарат имеет гусеничный ход. В отличие от колесного хода, гусеницы имеют большее сцепление со снегом, с поверхностью, чем колеса, естественно. Поэтому это вам обеспечит и проходимость, и эффективную уборку снега. Хочу подробно остановиться на фрезах, потому что фрезы здесь идут из высокой легированной стали. Крепление шнеков здесь идет не на втулках, а на шарикоподшипниках. Это очень важно, это надежно, ну и круто вообще. Далее, каждая фреза стоит на валу отдельно. Поэтому если вдруг какая-то фреза выходит из строя, машина продолжит работать и дальше отбрасывать снег. Ее можно потом легко поменять. Они крепятся на шплинтах. Ну и, соответственно, замена очень простая. Эргономичный редуктор, как я вам уже сказал, защищен алюминиевым корпусом. Далее, здесь еще на ковше предусмотрены пластиковые лыжи. Для чего они нужны? Вы регулируете высоту ковша. Для того, чтобы фрезы не царапали вам поверхность. Итак, дорогие друзья, сейчас будем проверять нашего китайского зверя в деле. Не сказал, что эта модель оснащена еще функцией блокировки обеих рукояток. Это очень важно. Можно идти и постоянно не нажимать эти рукоятки. Итак, сейчас мы будем проверять их в наших суровых зимних условиях. И, соответственно, будем смотреть, как он будет справляться с его насыщенным функционалом и гусеничным ходом. Здесь все очень просто. В двигателе сразу же комплектуется ключом. Ключ зажигали, вставляем. Ну и, собственно, отдельно хотел поговорить о фонарике, который встроен здесь специально. Потому что во многих машинах он сделан только для обозначения. В данной машине для работы в темное время суток. То есть он освещает рабочую территорию. Сейчас мы посмотрим, как он работает. Кстати, его можно и включать, и выключать. Во многих машинах сразу, как заводится снегоуборщик, фонарь автоматически включается. Здесь вы можете его подключать вот на этом тумблере, который находится на панели управления. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я обращаюсь к тем людям, которые говорят, что Китай, Китай, Ширпотреб. Разветный Ширпотреб – это реально крутая машина за сиденье. Просто нереально крутая. Гусеничная, наикрутейший двигатель стоит, полностью металлический. Фара есть, подогрев рукояток есть. Фрезы крутые, надежные, мощные. Убирает снег просто. И что для средних участков можно брать, что на большие участки можно брать. Это реально крутой аппарат. За свои деньги просто потрясающе. В общем, проходите по ссылке на сайт. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией подробно. Обязательно смотрите характеристики еще подробно. Ну и, конечно, приобретайте эту машину. Потому что это реально вещь, это реально круть. Счастья, любви, здоровья, удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok